МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, в перспективе в Великобританию будет въезжать меньшее количество мигрантов. Эксперты Мерсер смоделировали несколько сценариев в зависимости от того, насколько Великобритания сократит чистую миграцию. До 100 тысяч в год, до 40 тысяч в год, или произойдет фактический отток сотрудников европейского и неевропейского происхождения, вызванный неблагоприятной социальной средой в Великобритании. Цитата. Согласно базовому сценарию, чистая миграция, то есть разница между числом прибывших в Великобританию и числом покинувших страну людей сократится с 335 тысяч в год до 185 тысяч с 2020 года, как прогнозирует правительство, говорится в статье. По словам партнера Мерсер Гарри Симмонса, компаниям нужно подготовиться к дефициту рабочей силы, в том числе рассмотреть, выполнение каких задач может быть автоматизировано. Решение кроется в анализе, автоматизации и доступности. Компании должны проанализировать и понять структуру своей рабочей силы, отмечается в докладе Мерсер. Страдающий от смога Пекин планирует сократить потребление угля на 30% в 2017 году в рамках усилий по борьбе с загрязнением воздуха, сообщает ресурс Ньюс Эйша. Пекин пообещал реализовать экстраординарные меры в нынешнем году, чтобы решить проблему удушливого смога, приводящего к заторам на дорогах, и отказаться от интенсивного использования угля. Цитата. «Мы будем стараться, чтобы в основном реализовать нулевое использование угля в шести основных районах, а также в южных равнинных районах Пекина в этом году. Пекин также будет отказываться от бойлерных с небольшими угольными котлами», заявил мэр города Цайки. «Сокращение использования угля приведет к тому, что его потребление снизится до уровня менее 7 миллионов тонн в 2017 году», уверен Цай. «Пекин изначально был нацелен довести потребление угля до уровня ниже 10 миллионов тонн в этом году по сравнению с 22 миллионами тонн в 2013 году». «В городе уже были закрыты несколько крупных угольных электростанций. Сокращение поставок угля Пекин компенсировал импортом энергии из соседних регионов. Однако это увеличило опасения по поводу того, что столица может просто перенести загрязнение воздуха в прилегающие территории». «По словам мэра, Пекин также намерен отказаться от использования 300 тысяч устаревших транспортных средств в текущем году, чтобы поднять стандарты экологичности топлива и помочь продвижению новых видов автомобилей, включая электрические. «Загруженность дорог в Пекине привела к тому, что загрязнение воздуха от автомобилей занимает около трети от общего объема выбросов, вредных для дыхания мелкодисперсных частиц», добавляет издание. Психологи из Австралии выяснили, какие факторы являются определяющими, чтобы с большей вероятностью получить премию «Оскар». Результаты исследования были опубликованы в British Journal of Psychology. Согласно выводам ученых, наибольшим потенциалом обладают американские актеры, которые играют в фильмах, отображающих американскую культуру. Цитата. В основу анализа легли киноленты и исполнители, ставшие лауреатами «Оскара» с 1968 года, а также номинанты, не получившие награды. Исследование показало, что около 69% оскароносных актеров — американцы, говорится в статье. Также оказалось, что 88% картин, получивших «Оскар», повествуют об американской культуре. Полученные результаты сравнивали с выводами, сделанными относительно британской кинопремии «Бафта». При этом выяснилось, что среди лауреатов «Бафта» также преобладают американцы. Для британского актера шанс получить английскую награду на 126% больше, чем получить «Оскар». В этом году церемония награждения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля, напоминает издание. Премию Американской академии кинематографических искусств и наук с 1940-х годов, известную как «Оскар», учредили в 1929-м и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Телеканал BBC показал отрывок из документального фильма «Голубая планета», в котором снял формирование рыбьего торнадо из десятков тысяч анчоусов. Об этом сообщает ресурс ГИСМОДА. Явление было снято в юго-восточной части Тихого океана во время изменения течения, которое приносит с собой большое количество планктона, заманивающего хищников всех размеров. Пища привлекает косяки анчоусов, вслед за которыми приплывают акулы и тунец. Чтобы защититься, анчоусы вовсе не уплывают от своих врагов, а создают гигантский вращающийся вихрь из своих тел. Невероятные кадры документального фильма показывают, что первое время такая уловка срабатывает. Но далеко не всегда акулы все же могут разбить огромный косяк на маленькие группы, за которыми легче охотиться. Мораль истории – хочешь жить – умей вертеться, добавляет в завершение ГИСМОДА. Редактор субтитров А.Семкин